МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередная незаконная стройка. Трехэтажный каркас на улице Сепараторная в Махачкале подлежит сносу по решению суда. Цены на автомобили в России за два года выросли в полтора раза. Рост цен связывают с инфляцией и повышением утиль сбора. Ожидается, что с 1 октября налог может быть увеличен еще на 70%. В Махачкале в центре семейного счастья «Уют» состоялась юбилейная 130-я свадьба. Институт при Джума мечети помогает одиноким людям найти свою половинку по нормам ислама. Дагестанские борцы вернулись домой с золотыми медалями с молодежного первенства мира по вольной борьбе. Спортсмены были встречены восторженными болельщиками. Трехэтажный каркас, расположенный на улице Сепараторная в Махачкале, подлежит сносу. Советский районный суд признал его незаконным и удовлетворил требования администрации города по сносу железобетонного здания. Для исполнения решения исполнительный лист направят в службу судебных приставов. Об этом сообщает администрация столицы. После запроса архивных сведений было установлено, что администрации города Махачкалы разрешение на это строительство не выдавалось, проектная документация застройщикам не разрабатывалась, и в администрацию города Махачкалы на ее согласование и утверждение не представлялось. То есть спорное строение обладало признаками самовольной постройки, поскольку возведено без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления. Более того, исследовав спорное строение, специалистами было установлено, что оно возведено с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, а также правил землепользования и застройки территории города Махачкалы. Четверо сотрудников отдела полиции по Ногайскому району задержаны по подозрению в связях с наркоторговцами, а также в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану. По данным следствия, в мае текущего года подозреваемые применили насилие в отношении местного жителя и подбросили ему наркотики, а потом возбудили на него уголовное дело. Теперь в отношении самих полицейских будет решен вопрос об избрании меры пресечения, а двоих по решению суда уже заключили под стражу. За последние два года цены на автомобили в России выросли в полтора раза, сообщает Росстат. Новые отечественные легковушки подорожали в среднем на 51%, новые иномарки на 70%. Причина – инфляция и повышение утиль сбора. С 1 апреля 2024 года он был увеличен на 300 тысяч рублей. Каждый раз думаем, что до пика достигли, оказывается, что поднятие еще есть наверх. Цены поднимаются на новые автомобили, за ними следует и автомобили с пробегом. И сейчас российские автомобили, там многие комплектующие завозят из-за границы, импортные комплектующие. Поэтому у них, они, рост цен у них тоже неизбежен. Утиль сбор – это разовый платеж в пользу бюджета страны. Его платят при импорте иномарок в Россию. Очередное повышение ожидается 1 октября этого года. Налог могут повысить на 70%. Тем, кто планирует приобрести новое авто, дилеры рекомендуют поспешить. Повышение грузопотока между Россией и Китаем спровоцировало постановление правительства об увеличении утилизационного сбора. В соответствии с этим, с 1 октября 2024 года ожидается подорожание на авторынке на 10-15%. Это касается импортных автомобилей, но может коснуться также и отечественных автомобилей, а также автомобилей, привезенные из других стран. Анонс повышения утиль сбора спровоцировал ажиотажный спрос. На международных автомобильных пунктах пропуска между Россией и Китаем образовались заторы. Причина – стремление российских импортеров срочно ввести максимальное количество автомобилей до 1 октября. Еще один фактор – это то, что у нас в стране люди очень быстро реагируют на эти изменения и начинается такой ажиотажный спрос. Вот этот ажиотажный спрос, он тоже поднимает цены на автомобили. Есть также и хорошие новости, так скажем, из того, что последняя из последних новостей – это то, что физических лиц эти изменения не коснутся. То есть граждане, которые будут заказывать автомобиль для своих нужд, для личного пользования, они могут воспользоваться льготной ставкой утиля, то есть 5300 рублей. Но там есть свои условия, чтобы само физлицо заказывало, чтобы само растамаживало на себя, на свое имя и пользовалось этим автомобилем минимум один год. То есть без переоформления, без перепродажи. Утилизбор не касается компаний, которые расположили свое производство на территории России. Таким образом, пошлина призвана поддержать отечественного производителя, а также уменьшить отток валюты за рубеж. Муха Аматамаров, Нур Магомед Магомедов, Шамиль Хиресулаев, Даут Гасанов, Новость ННТ. Обследоваться больным с сахарным диабетом теперь стало гораздо проще. Мобильный диабет-центр будет принимать пациентов в разных городах и районах Дагестана. Они пройдут диагностику для выявления осложнений, таких как повреждения сетчатки глаза, проблемы со стопами, а также будет проверен уровень гемоглобина и других показателей. Также пациенты получат консультации с медспециалистами, которые составят планы лечения и рекомендации по самоконтролю диабета. Здесь мы постарались охватить все этнические группы Дагестана. То есть у нас будут и даргинцы, и лакцы, и кумыки, и аварцы. И посмотреть хотим, как у каждого из них в сферу, может быть, каких-то особенностей протекает сахарный диабет. Как отмечают в Минздраве Республики, в течение 10 дней команда специалистов обследует 350 человек с диабетом первой степени. Отметим, что проект «Диамобиль» был запущен более 20 лет назад в рамках федеральной программы «Сахарный диабет». Юбилейная 130-я пара сочеталась браком в Центре семейного счастья «Уют». Вот уже который год институт при Джума мечети Махачкалы направлен на создание и сохранение благополучной семьи. Он помогает одиноким людям найти свою половину по нормам ислама. Сюда они могут прийти и заполнить анкету. Однако, если человек не имеет возможности посетить центр для подачи заявки, это можно сделать онлайн. Для удобства создан телеграм-канал, где можно выбрать для себя подходящую кандидатуру. Есть, обратившись к нам, через видеосвязь, вот мужчины могут заполнить с нами, заполнить. А так, если человек живет на территории Дагестана, мы стараемся, чтобы с ним встретиться, поговорить, некоторые вопросы обсудить, узнать человека получше для этого. Как раз сегодня мы вышли на такую площадку, что на такой уровень, мы вышли уже работать в телеграм. Отдельный канал для мальчиков, для девочек, мужчин и женщин. У нас есть телеграм, для того, чтобы мы могли быть еще максимально полезными для людей. И чтобы было у нас больше выбора, чтобы, прежде чем, побольше людей к нам. Если будет выбора побольше, мы сможем больше помочь людей, получается, именно для этого. Также организация бесплатно предоставляет помощь семейного психолога. Те, кто уже создали семью и испытывают трудности в браке, могут найти у специалистов ответы на свои вопросы. Центр семейного счастья «Уют» расположен по адресу Дахадеева, 136. Двери всегда открыты для мужчин и женщин всех возрастов. Конфиденциальность гарантирована. Золотые медали и чемпионские пояса дома. Глубокой ночью в Дагестан вернулись герои молодежного первенства мира по вольной борьбе. Воспитанник столичной школы Садулаева Ибрагим Кадиев и Мустафа Малачдибиров из Кизляра. Именно они в испанском городе Панте-Ведро принесли национальной команде две награды высшей пробы. Поздравляю ребят в первую очередь, родителей, личных тренеров с этим результатом. Конечно, два чемпиона. Это хорошо, отлично. Дальше у этих ребят уже взрослая борьба. Хочу им пожелать удачи, чтобы не расслаблялись, чтобы шли дальше вперед. Встречать борцов, несмотря на позднее время, пришли несколько сотен болельщиков. Спортсмены признаются, такой поддержки им не хватало на арене. Я эту атмосферу увидел, опять эти эмоции зашкаливались, честно. Все родственники, друзья, братья, знакомые, все приехали сегодня, честно. Очень частный человек приехал поддержать нас. Я, честно сказать, очень удивлен и благодарен им за то, что нашли время поддержать нас. Если Мустафа Малачдибиров завоевал золото с третьей попытки, его партнер по сборной Ибрагим Кадиев выигрывает борцовский мундиаль во второй раз подряд. 20-летний вольник, показавший себя и во взрослой борьбе, в этом сезоне претендовал на поездку на Олимпиаду. Победа в Испании далась ему ценой небольшой травмы колена. В финале он первую же атаку травмом получил, чуть с темпа сбился, поэтому уже не смог до конца. Чуть страховался и не мог, конечно, подвести родных, близких, так легко сдаться. И сейчас побороться до конца, показать характер. Конечно, хочется уже на взрослой арене бороться, на международной арене, проявить себя, показать. И шоула, мы еще покажем себе. Цель, наверное, в уме поставил перед собой в этот Олимпийский год, уже на следующий цикл. Цель, конечно, 28-й год. Цель получше берем и добиваемся. Подающие большие надежды вольники не станут останавливаться на достигнутом. В конце октября они оба планируют выступить и победить на еще одном первенстве мира. Уже среди спортсменов следующей возрастной группы до 23 лет. Соревнования пройдут в Албании. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.